Есть еще такая профессия – правопорядок защищать. Герой нашего следующего сюжета чует преступников за версту и ловит воров и продавцов наркотиков даже по выходным. Только за январь бойцу Росгвардии Николаю Зуеву удалось предотвратить более пяти преступлений. Как с таким чутьем работает с герой, узнала Юлия Савосина. 550, Черкассы. На приеме? Распекли на 71, произошел грабеж. Время для преступника 20-25 лет, во всем темном. Получив задание, патруль Росгвардии выезжает на место преступления. Задача – найти грабителя и обезвредить до приезда полиции. Стоять! Руку за голову, руку за голову! На страже порядка Николай Зуев, шестой год, и среди коллег в Росгвардии уже стал почти легендой. Всегда на чеку. Ловит преступников даже по выходным, в свободное время. Я даже в выходной день, как бы, чувствую себя, что я на работе. Иду по магазину внутри, гражданка кричит о помощи. Кошелек у нее, сумочки вытащили. Она кричит, бежит за ним след и показывает, который гражданин. У меня произвольно за ним сразу помощь оказать. Догнал этого гражданина уже на улице. Задержал. Все, он кошелек скинул. При себе не было спецсорствов, наручников. Пришлось, ремень брюшным связал. Николай Зуев – один из лучших сотрудников Росгвардии. Только за январь он предотвратил более пяти преступлений. И кражи, и оборот наркотических средств. На последнее, как говорят начальство и сослуживцы Николая, у Зуева нюх. В начале года, опять же, вне работы, во время лыжных соревнований Николай заметил подозрительных людей, вызвал наряд полиции. Оказалось, незнакомцы делали закладку наркотиков. Николай скромно объясняет. Это просто дело опыта. Оно само постепенно, не сразу это у меня такое появилось. Я думаю, появилось из-за того, что уже не один год я сталкиваюсь с этим. С наработками в дальнейшем это все перерабатывается. Быть полицейским Николай хотел с детства. Правда, любовь к спорту тоже была сильна. Мужчина получил образование учителя физкультуры. Отслужил в армии, успел поработать в школе и в МЧС. А потом попал во вневедомственную охрану. Но спорт остался неотъемлемой частью его жизни. Зарекомендовал себя изначально с положительной стороны, так как является спортивным человеком, принимал активное участие в жизни, в спортивной жизни роты. В другой профессии, признается Николай, он себя не видит. Говорит, помогать людям и охранять их безопасность – его призвание. Видите, что вы сейчас работаете, может надоест и выводите, либо это для вас общий вариант? Для меня это не вариант. Юлия Савосина, Андрей Ярушев, ОТВ.